Перезапускаю писательную статистику, теперь у нас осталось в выборке порядка 4 460 человек. Вот от этого числа и будем смотреть количество миссингов, долю миссингов. Опять Legal Marital Status дает нам очень маленькое число валидных наблюдений. Number of people responsible foreign job тоже дает малое число валидных наблюдений, всего 1330. Следовательно, эти две переменные мы не будем рассматривать в качестве предикторов. Так, я убираю Legal Marital Status. Number of people responsible foreign job. Теперь важно посмотреть на зависимую переменную и определить, удовлетворяет ли она ограничениям, применяемым к зависимой переменной в линейной регрессии. Ограничение, кроме того, что должна быть интервальной данной переменной, она должна быть в идеале нормально распределена. Как минимум, она должна быть распределена симметрично. Нашел переменную необходимую. В Statistics ничего не меняю. А в Float ставлю галочку нормального распределения, оценку нормального распределения. И убираю галочку StamonLeave. Меняю галочку на гистограмму. К сожалению, распределение не симметрично, но имеет такой вот отросток улево. Говоря, минимальные значения, они отклоняются от нормальности очень сильно. Проверка Калмагорова-Смирнова и Шапира Уилка подтверждает отклонение нулевой гипотезы. Нулевая гипотеза в данном случае стоит в том, что наше распределение не отклоняется от нормального. Отвергая нулевую гипотезу, значит отклоняется. Видим выбросы. Вот эти значения, выбросы и отростки, скорее всего, будут плохо прогнозироваться. Поэтому надо быть готовым к тому, что R-квадрат будет не очень высоким. И, следовательно, придется перейти к более продвинутому методу регрессионного моделирования, а именно регрессии с фильтром. В данном видео мы не будем переходить к регрессии с фильтром. На видео мы запустим одну итерацию. Посмотрим R-квадрат и проинтерпретируем полученные результаты. Итак, сделаем сначала регрессию.